Это одна из лучших пьес 20 века. Пьеса вечная, мне кажется, потому что она поднимает вечные вопросы, на которые человек в каком-то разном этапе своего развития должен искать ответ. Как бы она настолько ёмкая и настолько театральная, что в ней можно, подходы к ней, решения его, как сценические, так и решение ответ на эти темы, можно каждый раз находить всё по-другому. Этот материал – это вообще чистый театр. Как вообще мы и знаем, ЮНЕСКО принимаем как отдельный мир, отдельное мышление, отдельный подход. Это игровое начало, это игровой театр. Он даёт возможности для театра как-то попробовать выйти за рамки литературного текста и выйти за рамки служения тексту, да, выйти в то, что есть не в словах, не в самом тексте, а что есть между слов, между текстами, что можно играться в полной тишине даже, да. Это даёт и возможность, и даёт большую проверку подготовки актёров в жизнь, жить за пределами текста. А это, по-моему, ну, как бы такая самая сложная математика, да, в которую надо внести свой опыт своей жизни, да, его надо наполнять своей жизнью. И из этого, так как и мы меняемся каждый раз, да, на следующий день мы тоже другие, так и этот материал даёт тоже эти возможности, да, как-то выразить невыразимые словами, да. Особенно потому, что здесь другие актёры, другие люди, с другим прошлым, с другой своей историей, с другой подготовкой. Всё равно всё будет выражаться через актёра на той же уровне, насколько будет большую роль играть всё остальное, что будет на сцене, как свет, как цвет, как движение, как вербальная сторона вся. Я говорю не как о семантике, а как о музыке, о тексте. И о тех возможностях самой техники, да, которые в этом театре есть, дающая возможность чуть больше выразительным средствам, нежели, скажем, было в той постановке, что у нас состоялось тоже в Белоруссии. Открытости. Открытости – желание встречи. Я думаю, что мы довольно выйдем на какое-то, предложим серьёзные темы и довольно на серьёзном уровне попробуем провести этот разговор, который может быть очень игровой, может быть комедийный, с юмором, абсурдный, да, но по сути это будет касаться, да, вот того путешествия, да, что мы знаем по литературе Одиссея, который вышел в мир, да, в поисках себя, так и здесь окунуться, да, актёры, в тот сложный мир, который мы сами будем создавать и в котором мы попробуем через него, ну, пройти, прожить, да, просамодействовать. И я надеюсь, что это не будет линейно, но это не означает, что нужна какая-то особая подготовка. Это нужно, единственное что, это нужно желание включиться в диалог с театром, с тем, что они будут видеть на сцене, включиться в диалог и с самым собой, потому что мы всем спектаклем, скажем, теми сценами всё равно будем создавать и уводить зрителя в ту тишину, в которой мы хотели, чтобы он очутился, в том своём мире, в своей тишине, в которой он бы искал, находил ответы на вопросы, которые его могут волновать в том этапе его развития. Спасибо.